Следующий вызов у нас в 7 лет ребенок, головная боль. Очень интересный случай, на самом деле крайне похожий на геморрагический вискулит, а конкретно системную красную волчанку. Если смотрели доктора Хауса, вот они каждый раз ту самую волчанку там и подозревают. Как она проявлялась в данном случае у ребенка? Это петохиальная, то есть геморрагическая мелкоточечная сыпь под глазами на лице, достаточно характерный такой симптом бабочки, который вот именно для красной волчанки очень характерен. Потом еще у ребенка отмечался стоматит, и потом еще постфактум выяснили, что периодически она жаловалась на боли в суставах, то есть еще и артерит. И то, и другое, и третье как раз укладывается в клиническую картину синдромной красной волчанки. Ребенка необходимо показать гематологу, причем чем раньше, тем лучше, поскольку заболевание, скажем так, откровенно до конца-то неизлечимо, но замедлить его вот эти вот неприятные проявления, которые могут быть исключительно разнообразны, можно только правильным лечением. Заниматься этим должен гематолог, то есть авангардная дом 1 или первая детская больница, что называется городская. Но, к сожалению, бюро госпитализации нам туда ребенка доставить не дало, поскольку еще были катаральные явления и высокая температура, то есть признаки, в общем-то, все ОРВИ. И поэтому только через инфекционный стационар, то есть сначала исключить, собственно, что это сыпь, что называется инфекционная. Диагноз вполне понятен, понятно, куда ребенка надо госпитализировать, звоним в бюро госпитализации, а там нам не дают авангардную, потому что у ребенка еще вторым диагнозом мы обязаны поставить ОРВИ, ну, потому что имеется температура и катаральные явления. Ну и все, и никак нам напрямую не отвезти на авангардную, то есть только через инфекционную больницу. У мамы нашлись родственники на авангардной, там врачом сестра работает. Мы место запросили, все, они пока собирались, позвонили сестре. Сестра сказала, не тратите время на скорую помощь, приезжайте сразу, самотеком, что называется. Ну и все, отказались они у нас от госпитализации и поехали своим ходом. На самом деле это и нам, и им сильно упростила жизнь.